В Адвере накануне горел жилой дом. Пожар произошел на улице Баркинска в поселке Верхнее. Веселая. Мусорные баки переедут с центральных улиц курорта. Такое поручение дал сегодня первый зам мэра Мугдин Чернид. Недостроенный торговый центр у вокзала доведут до Умар. О проблемах подобных зданий рассказал главный архитектор города. Сочинка стала победителем международного теннисного турнира. На курорте завершаются сразу два крупных состязания. Дмитрий Медведев. К другим новостям. Кубанские производители должны быть готовы к международной конкуренции, когда рынок снова откроется. Об этом заявил Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Каневской район. По его словам, жить в изоляции не получится. Поэтому нужно не импортозамещаться, а импортовымещаться. Губернатор посетил несколько производств, в том числе и завод, где первыми в России начали выпускать сыры с плесенью. Благодаря сырам с плесенью, а станицы Стародеревянковской знают теперь чуть ли не во всей России. Именно в Каневском районе находится завод, который первым в стране начал выпускать элитные сыры с белой и голубой плесенью. Кубань Плезир и Кубанский Блюз стали визитной карточкой. Импортозамещение дало мощный толчок в развитии производства. Сотрудники вспоминают, не так давно даже коробки с продукцией таскать было некому. Я помню, когда я пришла на работу, даже не было грузчиков в цехах. Это работали рабочие, в том числе и я, мне было 17 лет. Мы сами грузили масло по 20 килограмм коробки. И даже никому не приходило в голову, что это должен делать мужчина или не мужчина. Сейчас на заводе готовятся запустить новый цех, где начнут производство сыров Камамбер и Бри. Как это будет происходить, директор компании Наталья Боева рассказывает губернатору. Технология выпуска такая же, как и в Европе. Отличие от иностранных сыров в том, что у нас используют натуральное молоко без добавок и заменителей. Европейцы говорят, что у нас качество молока негодное, мы ничего не можем сделать. Мы все это делаем с нашего кубанского качественного молока. Калория – тот производитель, продукты которого качественные, настоящие, натуральные. Сегодня основная наша задача – сделать так, чтобы жители края получили возможность, без слишком высокой наценки от вашей себестоимости, возможность приобретать продукты фирмы Калория. Вот над этим надо нам все вместе еще работать. Глава региона посетил и сахарный завод. В этом году, как отмечают специалисты, удалось увеличить объемы и улучшить качество свеклы. Производство наращивают не только в пищевом секторе. На Каневском заводе газовые аппаратуры разнообразили ассортимент. Теперь нам выпускают электрические комбинированные плиты. Представленные комбинированные плиты в части есть, где мало газа. Знаете, сегодня можно по-разному говорить об успехе любого производства, но очень важно не расстреляться сегодня на рынке. Ведь есть аналоговая продукция, она тоже конкретно способна вашей продукции. Здесь вы в чем молодцы? Вы, подняв качество, не подняли цену. И на самом деле сегодня заняли эту нишу. И теперь никому не даете на эту нишу залезть. Речь о развитии производственных мощностей заходит и на встречи губернатора с жителями района. Об импортозамещении так много говорят, что стали забывать о сути этого процесса. По словам губернатора, фора, которую дали отечественным производителям, не будет вечной. Жить в изоляции не получится. Местная промышленность должна быть самодостаточной и в условиях конкуренции. Как пример, Венеемин Кондратьев приводит завод по производству сыров с плесенью, над которым многие смеялись, мол, сделать качественно не получится, выйдет лишь пародия. На сегодняшний день производство в первую очередь зависит от стабильности зарплаты, от внимания к людям, от социальной заботы. Я с людьми встречался на калории. Производство и люди – это одно и целое. Это подход не просто руководителя, это подход хозяина. И сегодня на примере калории я увидел реально тех, кто выместит импортные сыры. Все, кто таким образом перестроился на сегодняшний рынок, они будут в рынке. А все остальные будут плакать. Мы должны научиться конкурировать. И это удел сильных, а не удел слабых. Но чтобы производство развивалось, нужна и четкая позиция множества контролирующих органов. Бывает так, что они просто мешают движению вперед. Руководитель хозяйства, выращивающего крупный рогатый скот, рассказывает губернатору, как они потеряли статус племенного, так как за лицензию нужно заплатить больше миллиона рублей. Мы были прем-репродуктором. Мы этот вопрос специально опустили, потому что сейчас, на сегодняшний день, для того, чтобы вернуть эти все регалии, ну, порядка полтора-двух миллионов нам необходимо отдать. Мы лучше сарай отреконструируем. Отдать за что? За получение этой бумаги. Винимаш, за того, чтобы ввести, получить статус, нужно получить свидетельство на это. В следующем году меры государственной поддержки на выделение на племенное животное будут гораздо выше, поэтому и будут выгодны, и компенсируют вам и эти затраты, и те затраты, которые необходимы при содержании. Вы потеряли форму, то есть статус племенного, а по содержанию остались племенные. Лицензия закончилась. Они по содержанию племенные. Он говорит, мы все сохранили. Дайте им форму эту. Хорошо. За обсуждением экономического будущего не затерялись и вопросы бытовых проблем района. Тему сбора и вывоза мусора в станице Каневской, которую поднял губернатор, зал встречает аплодисментами. Фирма, занимающаяся уборкой, заставляет жителей выносить мусор в определенное время и только в специальных пакетах, которые нужно покупать. Если не сделать этого, отходы так и останутся лежать на улице. Разгорелся настоящий скандал. У вас целый взрыв идет мусорный. Вот такой жалоб к вашему мусору еще мешки с письмами осталось привезти сюда, в район. 44 муниципальных образований. И только в одном существует эта проблема. Значит, прибегите к другой системе. Ну в чем проблема? Ну что вы уперлись за эту систему? Значит, кому-то просто выгодно, наверное. Вот я все понимаю. Коллеги, вы все понимаете. Да, действительно, проблема есть. Способ вывоза мы его, я думаю, пересмотрим в ближайшее время. Разберемся. И именно найдем тот единственный способ, который будет удовлетворять все стороны. Я думаю, эту проблему мы будем решать. Представьте, вот с пусором вы проблему будете не решать. Вы ее решите. Решите, если вчера, чтобы я уже этот вопрос не слышал. Это на полном серьезе. Подговорок в этом вопросе быть не может. Ведь из краевого бюджета на поддержку района выделяется больше миллиарда рублей. Как заметил губернатор, отражаться это должно и на улучшении жизни людей. Тем более, что в Каневском районе есть огромный сельхозпотенциал. Только молока здесь получают больше, чем во всей Ростовской области. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24, Каневской район. В Адлере накануне горел жилой дом. Пожар произошел на улице Бакинской в поселке Верхневеселое. Вечером 18 августа недалеко от остановки Сельсовет загорелась мансарда частного дома. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 13 спасателей и 4 единицы техники. В течение часа пожарным удалось полностью потушить пламя. Пожар ликвидировали в 19.59. Пострадавших не было. Сейчас уточняется причина возгорания. Контейнерные площадки будут перенесены с центральных улиц города. А сейчас разрабатывается их новая дислокация. Об этом стало известно сегодня на совещании по подготовке Сочи к осенне-зимнему сезону, которое провел первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Улица Рос, Воровского, Островского, Парковая, Конституции. Здесь вывоз мусора ведется в ночное время, а контейнеры заполняются настолько быстро, что уже идет речь о том, чтобы поменять их дислокацию. Поскольку выбрасывают мусор и те, кто ежемесячно платит за его вывоз, и кто не платит. А это предприниматели, ведущие бизнес в центре Сочи. Это означает, что каждая управляющая компания должна будет определить контейнерную площадку на своей придомовой территории. Естественно, согласно Сандыну, который предполагает, что контейнерная площадка, для тех, кто не знает, должна находиться не ближе 20 и не далее 100 метров от дома. Среди присутствующих представители ТОСов, управляющих компанией Домкомы. С их участием ежемесячно проводятся такие заседания, где разбираются конкретные ситуации по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Прежде всего, мы вышли уже на 95% промывки и опрессовки тепловых узлов в домах и самих домов. На сегодняшний день уже порядка 56% паспортов готовности домов есть. Это подтверждается теплоснабжающими организациями. А котельные города готовы более чем на 50%. Там прошли ремонтно-профилактические мероприятия. Срок подготовки всех котельных до 1 ноября. Как только закончится активный курортный сезон, встанут на плановые ремонты другие крупные котельные. И за следующей недели начнут свою работу специальные комиссии с участием Ростехнадзора, которые будут выявлять недоработки в системе жилищно-коммунального хозяйства. На курортном проспекте 66, где вот уже четверть века находится стройплощадка, появится аквапарк. От строительства там жилого комплекса отказались. Сейчас проект крытого парка водных развлечений дорабатывают. Проект планируют представить уже на Осочинском экономическом форуме. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил главный архитектор курорта. Также Александр Зачитайлов рассказал о судьбе недостроенного объекта на улице Московской. Вот это здание напротив ЖД вокзала начали возводить еще задолго до Олимпиады. Но недостроили до сих пор. Объект последние годы стоит в замороженном состоянии. Меняют только закрывающий стройку баннер. Одно время даже рассматривался вариант о сносе строения. У застройщика было немало проблем, в том числе и с финансированием объекта. Действительно стоял недострой долгое время. Были проблемы с финансированием, были проблемы юридического характера у застройщика. На данный момент все эти проблемы решены. По откорректированной проектной документации получено разрешение на строительство. То есть сейчас они его будут достраивать. Многоэтажное здание застройщик превратит в торговый центр. Строительство будут вести в существующих параметрах. Закончить планируют до конца года. Акция «Сочи на банкноте» стартовала на курорте. Напомню, в июне Банк России объявил голосование по выбору символов новых купюр. Номиналом 200 и 2000 рублей. «Сочи» представлен сразу двумя объектами. Стадионом «Фишт» и горным курортом «Роза Хутор». Всего за право стать символом новых купюр сейчас борются 49 городов. Готовы ли горожане и гости курорта голосовать за «Сочи» на банкноте? Узнаем из следующего сюжета. «Сочи» будет украшать новые банкноты России, уверены сочинцы. Но для того, чтобы это действительно случилось, нужно собрать как можно больше голосов. Призывать голосовать за город-курорт решили прямо на улице. Объявленная акция «Сочи на банкноте» позволит не только набрать больше голосов, но и получить приятные призы. Прохожим предлагают сделать оригинальное фото на память. Желающие выстраиваются в очередь. Каждый уголок родного города, по их мнению, достоин стать украшением новой банкноты. Потому что это самая красивая южная столица, потому что Россия тут показала свой высочайший уровень подготовки. И такое событие нельзя просто не увековечить в памяти. Новоалимпийский парк, там набережная. Я там на велосипедах катаюсь каждое утро в пять утра. Это я, если кто видит. Когда наши граждане будут брать эту купюру, Сочи будет им светить таким солнечным лучиком и улыбаться. Голосование за зрительный образ на новых купюрах Банка России объявил в июне. Сейчас всего 49 городов со своими символами борются за место на новых банкнотах. Сочи представляет главные места проведения Олимпиады. Стадион Фишт, где состоялись церемонии открытия и закрытия зимних игр. А круглогодичный курорт Роза Хутор – центр горного кластера. Но если голосов будет недостаточно, на купюрах окажутся другие города и достопримечательности. Такого допустить нельзя, утверждают горожане. Поэтому прохожим и рассказывают, где и как проголосовать. Отдыхающие из разных регионов страны также готовы поддержать любимый курорт. Город мирового масштаба. Красивый. Здесь проходила Олимпиада и как-то прославился он как-то на всю страну. И думаю, достойный этот город. Достойный город. Среди того, что гея побывал, то как бы очень инфраструктура хорошая. Сейчас в самом разгаре второй этап конкурса. Фонд общественного мнения проводит опрос населения. По итогам будет отобрано лишь 10 финалистов. Третий этап стартует 5 сентября. А это значит, что у сочинцев и гостей курорта еще есть время сделать свой правильный выбор. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». День флага в Сочи отметят автопробегом. Он стартует в понедельник в 14 часов от Зимнего театра. Маршрут пройдет под центральным улицам города. После автопробега в 17.30 на площади Южного Мола Морского порта состоится торжественный концерт, посвященный празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. В программе театрализована музыкальная композиция на тему «История флага» и выступления лучших творческих коллективов Сочи. Также 21 и 22 августа с 16 часов на площади Южного Мола лучшие мастера декоративно-прикладного искусства курорта представят свои работы. Напомню, впервые в России бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел». Законным же отцом триколора признан Петр I, который в 1705 году издал указ на судах, должны поднимать бело-синий-красный флаг, а также сам начертил образец. В истории Советского Союза впервые трехцветный российский флаг официально был поднят в Москве над Белым домом 22 августа 1991 года. Тогда триколор заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сегодня в России яблочный спас. Православная церковь отмечает один из важнейших христианских праздников – преображения Господня. Преображение Господня относится к 12 главным православным праздникам, важнейшим после Пасхи. Праздник установлен в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии рассказывается в трех Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. В русской народной традиции преображение называется вторым или яблочным спасом, поскольку в этот день освящаются яблоки – самый распространенный плод на Руси. В православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но ради праздника церковный устав допускает есть рыбу. По традиции в яблочный спас православные обязательно должны угостить яблоками не только своих родных и знакомых, но и подарить фрукты просто прохожим, а еще лучше – угостить нуждающихся. На этот праздник раньше было принято определять погоду на первый месяц зимы. Считалось, что если 19 августа на улице солнце, то зимой погода будет морозной, но без осадков. В Сочи подводят итоги сразу двух крупных теннисных турниров «Звезды Кубани» и «Сочи Кап». Сегодня состоялись уже финальные матчи, в которых теннисисты со всей России не только разыграли заветные медали. На теннисных площадках в Олимпийском парке параллельно проходят сразу два турнира. На соседних кортах сражаются участники соревнований «Звезды Кубани» и «Сочи Кап». В «Звездах Кубани» за медали ведут борьбу уже опытные взрослые теннисисты – женщины и мужчины. Я могу сказать, что состав очень представитель, несмотря на то, что в «Звездах Кубани» у нас всего лишь третья категория, не самая высокая в российском теннисном туре, но состав очень-очень приличный. Ну а турнир «Сочи Кап» имеет статус международного, и вот уже третий год подряд проходит под эгидой ассоциации «Теннис Юроп». В «Сочи Кап» участвуют девушки и юноши до 13 лет из регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и даже Франции. И в том и другом турнире медали участники разыгрывают как в одиночном, так и в парном разряде, в том числе и в миксте. Как рассказывают организаторы, после блестящей победы Весниной и Макаровой на играх в Рио, мотивация у юных спортсменов стала еще выше, особенно у парников. Очень нравится, как играют пара Веснина и Макарова. Очень классно, они очень сыграны, все у них хорошо получается, мне прям очень нравится. Итоги турнира «Звезды Кубани» подведут только завтра. А вот призеров и победителей «Сочи Кап» корт определил уже сегодня. Так, золотую медаль на международном турнире завоевала сочинка Мария Шолохова. В финале она обыграла соперницу из Севастополя Аглаю Федорову 6-2-6-4. Инга Габеша, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...